Накануне 8 марта украинские таможенники задержали партию роз из Кении. Цветы были заражены жучком-вредителем. Понятное дело, что их изъяли, чтобы не распространять заразу. Но! Именно эти кенийские розы считались самыми бюджетными и расходились по 30-40 гривен за штуку. Теперь на рынках остались только крупные эквадорские по 60 гривен, чуть помельче украинские, ну и всякие там неликвид, которые под праздники пытаются толкнуть втридорога. Как же не облажаться с выбором роз, чтобы и сэкономить, и не нарваться на букет, который увянет раньше, чем закончится праздник. Все это сейчас выяснят Валик Чернявский и Рики. Мы у вас вчера купили цветочки. Подождите, она выращивается, в нее добавляется химия. Она может умирать через час, через два, через пять. Я не могу гарантировать. Смотрите, вот закон Украины. Мы не несем ответственности на эти цветы, которые выносятся вот с перехода. Про дивохимию трохи сгодом, а началось все с того, что мы с Рики на спир спробовали купить кращие цветы до 8 березня. И, конечно, не будем приховывать. Для коханих ніяких грошей не шкода. А лишь так хочется сэкономить. Я начну пошуки переходов. А 30, 50, и 70. 50, да? Да. А вот такие? 70. Подорожало, и хорошо подорожало. Там вообще космос. Я просто в новину прочитал, что сегодня с Кеннии затримали. И там вот этот захидный трипс. Серьезно? Да. Я просто там же разные поставки, понимаете? Ну, там, конечно, с Кеннии трипс затримали. Кенния тоже большая. Но трипс, когда есть, он сразу там, знаете, что? Она вся в точечках появляется. То есть, слава богу, я этого не увидел, не знаю. Дивно. Продавцы про трипс начали не слышали, а квіти выглядят начали с Кеннии, якщо Дед Мороз привозил. Признаюсь, я тоже первым делом пошел в тот же самый ближайший от работы переход. Но решил немножко сэкономить и купил букет заранее, пока цены не подскочили. А продлевать жизнь цветам я буду с помощью лайфхаков. Розы взял статные, сочные, причем не самые дорогие. По 40 гривен штучка. Оставил их на ночь, чтобы утром начать эксперимент. Но вот, что я увидел. Иду разбираться. Смотрите, у нас вот стоит та же самая роза. Скажите, пожалуйста, какая должна быть температура помещения, чтобы она жила? Какая? Как у нас хотя бы. Ну, простите, но в помещении люди не живут в такой температуре. В подвале даже мы с вами сохранимся намного лучше. Так как? Подождите. Когда дарят цветы девушке, ей не говорят, а теперь золотая, ты будешь жить в подвале. Почему же? Некоторые люди умудряются брать ее на ночь, заматывать, в ванну ложить. Люди не должны их заматывать. Они ставят их в вазу. То есть она у вас, она у вас, да. Мы драться не будем, правда? Нет, да что мы впечатляем? Если можно вас попросить отойти. Увы, мои 240 гривен мне так и не вернули. Дякую, что надоумил. Мене б за такой вийник сюрприз дружина б с хати выгнала. Тож теперь я пойду шукати свежину с квитковым экспертом, яка, как никто, знает, как и на чем у нас разводят квиткарі. Идем мы на базар. О, виявляється, тут квіти значно дешевши, ніж в переходе. Родочки покорочить 15-17. 15-17, так. Пыщи 20-25. 30-35. Вот я и подумал, зачем платить больше? Припомнил местечко, где романтика продаётся по 5 гривен. Точка у метро вокзальная. Тут бабулька божия, дуванчик, стоит бодрячком и втощий в снег. Чего не скажешь о её товаре. Цветочки продаёт уценённые, слегка подуставшие, но смотрю, и на них уже цены задрали. Сегодня по 15 гривен штучка. Знаете, что подорожало, что и раз, и светом, и штампали, и это. Все по-перше, по-друге, зима, и не мастико цветения. Цвета по-разу не маю. Вот и всё, я поподнимал и всё. И я таки взял у бабушки бордовую классику по 15 гривен. Правда, пока довёз, они стали выглядеть как по 5. Но я проведу эксперимент. Постараюсь продлить цветочкам жизнь, воспользуясь народными лайфхаками из интернета. В первый образец добавлю аспирин, во второй – сахар, в третий – хлорку. Её, как ни странно, довольно часто советуют. Ну, а этой розочке подолью весь набор. А последнюю взбодрю секретным средством. Скоро узнаете, чем. А мы с экспертом сейчас проверим, какой свежести товар на базаре. Для смеха мы договорились про кодовое слово – бутон. Будем оказать его щоразу, когда увидим квиты доходяги. Скажите, пожалуйста, сколько оно у вас здесь простоит, если вот такого плана, например, троянды мы возьмем, сколько здесь простоит? Ну, по часу, чтобы... Это вообще очень красиво, это роза. Она такая плотная. Бутон. Проверьте. Камень, камень. Бутон. Бутон, да? Да, и это бутончик. Да, и это очень красиво. Отак, зі старту, эксперт уже два ведра бутонів лохотронів виявила. Правда, недорогих по 25, но и те, что по 30... Это же бутон. До месяца. До месяца? Да. Берете, допустим, если свежу розу... Весь, бачишь, это тоже бутончик. Роза будет свежая, будет гарно стоять. И это бутончик. А это, что она немного покосана, это ничего страшного? А где она покосана? Вот здесь. Ну так, такая она есть. Это просто... Зморщи, да? Это такие бутончики. Она идет, знаешь, такой, вияз. Это гофрирование. Гофрированные бутоны аж по 40 грн. продают. Там соседние бутоны, да? Да. Они уже десь тиждень, а если не два стоят в ней. И на перший же вечер они полностью загнули. Один день, два, это даже гарантии не даю. Одразу голову повисую. Это, одразу говорю, оцю бутончик. А знаете, как Оля разгрозняет доходяк? Наприклад, это, это, в сути, уже троянди. Бачишь, они уже мягкие. На них уже есть прожилки. Бачишь, такие? Отже, по-перше, мягкий бутон на 8 березня погана идея. По-друге, звертайте увагу не лише на верхні пелюстки. Пелюстки, как с капустки, можно снять и сделать такий вигляд, начи воно тільки-тільки, бачишь, как сняться. Однову на дубе не стояться. Пелюстки снимает? Это капустка, да? А правду вам подкаже зелене листячко под самим бутоном. Якщо воно стирчить в гору, квитка свіжа. Якщо ж опустилося долу, то це бутон-лохотрон. Та одна з продавчин, чей квіти експерт забаркувала, конкретно ці, долго стояти уже будет. подала цікаву ідею. Целофани розворачивають, спросок стоит больше недели. Оце так вигадниться, може і собі голову целофаном обгортати на ніч для кращого зберігання. Отже, на базарі дійсно дешевше, але 80% троянд – живі трупи. А я, що говорил, зачем зря тратиться? Посмотрите, розы от бабушки вполне бодрячком отстояли первую ночь. Результаты такие. Цветочки, которые я прикармливал сахаром и хлоркой, уже повесили головы. Убойная смесь из хлорки, сахара и аспирина таки добила еще одну подопытную. При этом контрольная роза загнулась пока лишь наполовину, а вот на чистом аспирине роза держится бодрячком. І ще один лідер – секретное средство. Ни за що не угадаєте. Какое же секретное средство оживит подуставшие розы? Смотрите уже через несколько минут. Оторвальд на Евровиденье. Вокруг нас происходит какое-то поханание в последнее время. Чего же не хватило для победы Меловину? Можешь все покрасить в концерт. Кто помешал Рождену? И что запретили режиссеры Таяне? Насколько честной была борьба за Евровиденье? Продавать пиво? Или стирать костюмы для серфинга? На чем же в Португалии можно заработать 20 евро за 2 часа? А Валик Чернявский и Рики продолжают свой предпраздничный батл-эксперимент с покупкой самого выгодного букета. Напомню, ребята уже искали на базарах и в переходах, а теперь пойдут в лакшери-бутики и на оптовые базы. Так где же купить шикарный букет за копейки и что подсыпать в цветы, чтобы они не оплашали в праздник? Смотрите прямо сейчас. Одна з продавчин, чьи квіти експерт забаркувала. Подала цикаву идею. Оце так вигадниться, может и собі голову целефаном обгортати на ніч для кращого зберігання. Отже, на базарі дійсно дешевше, але 80% троянд живі трупи. Насвіжі, тіжі, 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 тіжі. А я, що говорив, зачем зря тратиться? Посмотрите, розы от бабушки вполне бодрячком отстояли первую ночь. Результаты такие. Цветочки, которые я прикармливал сахаром и хлоркой уже повесили головы. Убойная смесь из хлорки, сахара і аспирина таки добила ще одну подопытную. При этом контрольная роза загнулась пока лиш наполовину, а вот на чистом аспирине роза держиться бодрячком. І ще один лідер. Секретне средство. Ні за що не угадаєте. А ми з експертом йдемо на розвідку в кіоски. Троянде, троянде, ось так. Сіженьки, не сіженьки. Ні, сильная колеса. Может, в іншому подавлюсь. Слухай, я так одразу бачу, що ні. Дивися, такі ні. Требна ластенька. То з Валентина розвитку, чесно. З Валентина? З дня Валентина? З дня Валентина. Да, оце свіжа. Бачу, не по 50 грив. Прикол в том, що ми не можем купити квіти. Ні, що ми не можем купити квіти, бо вони все одно в всіх кіосках, яких ми тільки що дивилися, не свіжі. У них всі м'які голови і та, яка була єдина, єдина, яка тільки що нам показали за 50, вони свіженькі, але 60-50 гривень за одну тривяндочку. Жаба задави так. Я накопал в інтернеті, оказывается, под Києвом можна купити рози по 10 гривень за штуку. Ти ж, як на нас наварюють тут в городі. Вдруг, це просто замануха. Проверим. Не знаю, куди ти там поїхав, а я буду в Києві економити. Йдемо на оптову квіткову базу. Ті, які ми бачили тільки що з тобою на ринку, дивися, різниця, ці реально свіжі, бачиш, які вони зібрані, всі головки. А ті, які ми бачили, ти казав, чому вони такі покоцані. Але бачиш, вони свіженькі, і ці свіженькі, а ці були зовсім не свіжі. І так само, пам'ятаєш, ці самі були квіти, теж вони були на ринку не свіжі. Попробуй, наприклад, за цю горівку. Бачиш, така твердюча, твердюча. Ну, то ти очень знаєш, що ця не впуститься на вечір. Так, а ми паціна подивилися, виходить, що вони дешевші. Там були від 25, тут від 21. Однієї. Ну, різниця невеличка. А це ж воно оптом, так? Це оптом. Тому купувати троянди дозволяється мінімум від 20 штук. Отже, букетик отакої біло-зеленої свіжини затягне десь гривень на 400. Е, ні, від рок-квітів. Це ж не на концерт до Зіброва. Треба щось вбитонченіше. Знаю, що дівчата останнім часом казяться від моднячих букетів, як з Інстаграм. Ну, що, піду туди, де такі продають. Такий каверпольчик у вас. Добрий день. Добрий день. А мені треба букетик. Так. Можна у вас? Да, вам на какую суму треба білядеться? А ви покажіть, які є, а я потім скажу, яка в мене сума, щоб ви не платили. Такий, мені подобається білий букет. Прямо про весну. Тут є сирень. Анімони, іриси. Це весенні цвіти. Анімони? Такі, такі, похожі на макі з чорними серединками. Анімони-покімони. Скажу вам, що з базарного асортименту оці інстаграмні букети ні за що не збереш. Ось теж це таке красиво в банці. Це теж дельфиніум, такий цвіток. Дельфиніум? Да. Ось такий красивий. Ну, такий вот он, дорогой. А сиренні точно? Мені гроші не шкода, знаєте? Дельфиніум у нас под какую ціну? Сколько? 80 гривень. 85 гривень? Да. Дельфиніна подобається назву. А мне очень нравится. Да? Той довго стоїть. Ага. І сиренні такі букети хочете? В районі 700 гривень. А ось той бікетик? Тот бікетик у нас стоїть 600 гривень. Просто сирені, она, как бы, в це время ще специфічна. Тому ми її беремо з Голландії. Тобто міста немає, і з-за ціна. А з Голландії? А з Голландії, да? Кроме тюльпанів. У нас тюльпан містний. Ось такий красивий. Ну, давай тюльпанчик, мам, буде на ней. Давайте. Вибачте, конечно. Какой вам? Какой вам нравится тюльпанчик? Держите. Ну, і не треба. Я зупиняюся на кращому варіанті. Це буде? Этот шоссе остає. Трішки на шоссе, да? Ну, трішки на тюльпанчик. Мешне цьфотки? Да, конечно. Конечно, без проблем. Ви, знаєте, просто, щоб дружина заздрила, що в мене такий букет в руках, а в неї немає. Та насправді, кохана, не хвилюйся. До завтра обіцяю, тобі позаздрять усі. Адже я зроблю ще кращий і модніший букет. Щоправда, інгредієнти для нього я зберу в трошечки незвичних місцях. Я не знав, що можна квіти. Що нам взяти на кладовищах? Ти це бачила? Ну ти бро даєш. А я уявлю вас економією по-селянськи. І оприделю чудо-средства, оживляющее цвети на ура. Смотрите уже завтра в Абзаце. Дякую за перегляд! Продолжение следует...